Я часто стояла около окошка, все сотрудники и сотрудницы ушли на перерыв, и та девушка, у которой был мой паспорт, была единственная, которая сидела и ждала. Мне даже было немного ее жалко, поскольку, наверное, ей тоже хотелось на перерыв. Когда прошел час, и стало понятно, что ничего не происходит, то подошел молодой человек, тоже в форме полиции, сказал, что мне нужно посидеть в стране. Я сказала, что хотела бы получить свой паспорт в руки, он сказал, что это невозможно, и что в ближайшее время все решится, и все будет в порядке. Так я просидела еще час, и после этого я начала связываться с израильским посольством и с правозащитниками российскими, которые помогают в Грузии тем, кто сталкивается с подобными проблемами. Насколько я знаю, те и другие связывались с МВД Грузии, это не принесло никаких результатов. Я просидела так еще около часа, и после этого меня повели в огромную комнату. Это конференц-зал, там был грузинский флаг и другой флаг, видимо, либо города, либо какой-то ведомственный. И мне сказали, что принято решение о том, что меня не пустят. Я спросила, а как мне быть, если у меня здесь дом, я здесь живу, у меня в квартире муж и два кота, все мои деньги на грузинских счетах. Я открыла там фонд, и я как бы официально там работаю, и я там недавно вышла замуж, и у меня вся жизнь последняя связана только с Грузией. Мне сказали, что я могу обжаловать это решение и попробовать приехать вновь, но сейчас решение такое, что они меня в страну не пустят. После этого мне сказали, что меня готовы отправить на следующее утро в Ереван, откуда я приехала из командировки. Я сказала, что мне нечего делать в Ереване, у меня там нет никакой жизни. И за свой счет я купила билет и улетела в Израиль. Меня провожали до самолета. Только в самолете отдали мой паспорт. Мне обещали дать документы, на основании чего произошла депортация. Меня обманули, ни одной бумажки мне не дали.